итак для всех тех кто хочет приобрести станок с алиэкспресс и не знаю как это сделать или боится я сделаю обзор на него на станок фирмы хаузер мощностью 40 ватт co2 с рабочей поверхностью 30 на 20 сантиметров который обошелся мне при заказе с али в 28 тысяч рублей для сравнения подобные станки в россии если заказывать будут стоить около 50 тысяч или 60 тысяч рублей но по сути они ничем не будут отличаться потому что ушлые барыги заказывать того же самого али и перепродают на каких-нибудь других площадках я хотел заказать станок немного побольше но мне продаван сказал что придется платить за транспортную компанию по морю а это переплата в два раза дороже будет так что не варить данную посылку я забирал москве в порте южные ворота когда она уже была на месте мне позвонил китаец и на ломаном русском объяснил куда мне идти и раза с 20 я нашел это место не верю что это было легально но китайцы молодцы все у них скоординировано и даже ничего не потребовали никаких документов просто отдали коробку ну в общем никаких сложностей в этом я не нашел но и самое главное чтобы при транспортировке не пострадала сама лазерная труба и да я делаю обзор через полгода тоже из-за этой трубы потому что газ co2 который находится внутри выветривается я слышал то что из китайских трубок он выветривается очень быстро вообще труба имеет ресурс 16 тысяч часов работы адекватной работы с охлаждением или два года просто непрерывного хранения и да у них есть срок годности так что смотрите на дату подключаем все это дело к системе охлаждения там есть две трубы написано water in подключаем к этой водяной помпе и запихуеваем ее в наш самодельный чиллер из 20 литровой канистры там где water out соответственно кидаем туда же чтобы вода циркулирует некоторые умудряются перепутать воздушную помпу и водяную это воздушная она побольше и если засунуть воду она погибнет так что не делайте этот комплекте вас будет диск с программой и вот такой вот и электронный ключ в виде юсб флешки вставляем его наш комп и выбираем в программе нашу плату которая у вас там написано для измерения температуры я использую такой термометр с термопарой и кидаю в воду и рабочая температура воды должна быть от 17 до 20 градусов у меня 10 градусов и это неправильно но я работать на нем сейчас особо и не собираюсь выставляем мощность какую нам надо от нуля до 100 процентов и нажимаем тест и смотрим работает ли у нас все как видимо как видно 4 миллиметра фанеру прожигает на 1 и время лайфхаков для охлаждения я использую вот такой вот стаканчик заполненный водой охлажденный в морозилке и периодически подбрасываю в этот чиллер чтобы поддерживать температуру в диапазоне от 17 до 20 градусов чтобы отъюстировать аппарат пришаманиваю малярный скотч на голову выставляем мощность по минималкам и нажимаем тест прожиг должен быть ровно посередине этого окошка на башке также он должен быть в самом дальнем углу короче по всем углам в середине главное чтобы четко лазерный луч попадал в центр линзы в этом углу четко отъюстировать не удалось грешу на кривые рельсы может быть искривилась искривилась при транспортировке чтобы подправить стекло крутим вот эти вот регулировочные болтики а следим за тем чтобы скотч не прогорел а то все зеркало покроется сажей и короче запорится методика конечно так себе и данным способом юстируем все три зеркала начиная от трубы заканчивая зеркалом который на голове и давайте теперь немного поработаем открываем корал лазер рисуем фигуру который нам нужно открываем резать нажим выбираем скорость которая нам нужно уставляем мощность на станке нажимаем старт и все как видите ничего сложного в этом нету и слишком мало мощности поставили проделываем все те же самые манипуляции еще раз только ставим помощнее немного и подбираем мощность исходя из состояния вашей трубки и материала толщины материала температура жидкости и гороскопа и так далее за полгода трубку меня износил с процентов на 50 вот теперь все окей и теперь приступим к чему-нибудь более сложному полноценный урок я проводить конечно же не буду если хотите могу запилить отдельный видос по этому поводу и для облегчения задачи для новичков я скинул ссылку в описании макеты коробочки там всякие ну вообще все что я накопил за целых полгода мне не жалко и так сынишка нарисовал тут рисунок такой себя с мамой и я хотел бы сделать с ним какую-нибудь семенирную коробочку перевел рисунок в векторный формат сфоткал его до этого и сейчас будем отправлять на печать и так что мы имеем в итоге китайский станок сомнительного качества который надо доработать болгаркой и напильником но за свою цену в принципе он себя оправдывает единственное чтобы я сделал это заменил трубку чуть побольше на 50 ватт качественную который не будет лететь отвестировать его грамотно я не знаю что у нас не тоже сомнительного так сказать качество возможно голову с линзой заменить ну короче корпус оставить а все самые важные детали заменить и по цене это встанет наверное как еще один такой станок и ставят вопрос может быть два раза в переплатить и купить нормальный ну в квартире работать естественно это будет сомнительное удовольствие потому что будет все пропахнуто дымом вещь полезная конечно для кожевников для аэрографов использовать его вместо плоттера да и вообще все в вашей голове я думаю возможности этих чпу станков безграничны и я думаю за ними будущее так что вам решать в итоге если бы у меня были средства я бы взял уже нормальную фирму этого китайчану я бы взял только ради того чтобы научиться посмотреть подходит ли мне это нравится ли мне это и ну и для для дальнейшей продажи на авито он подойдет так что я думаю вложение в принципе себя оправдывает если возникнут вопросы по королу или по данным девайсу вы задавайте в комиках так что я думаю отзыв был полезен погнали пока а